Всем привет! Я как человек, который общается очень много и в сети, и не в сети, вообще активный человек. И в последнее время меня стала касаться политика, меня касается, я её касаюсь. И честно скажу, мне это в чём-то нравится, в чём-то не нравится, но постоянно возникают вопросы. И вот один вопрос у меня сегодня прям возник в голове. И я хочу задать этот вопрос министру образования. Вот у нас люди могут голосовать с 18 лет. Они учатся в школе, им исполняются. У нас, как вы понимаете, 18-летние люди ещё учатся в школе. 12 классов, грубо говоря, 7 лет, 6 лет, 18 лет — это ещё школа. И они могут, имеют право голосовать. За счёт чего? Как они могут сделать свой выбор? Когда они не отличают, что такое оппозиция, коалиция. Они не отличают, что такое дума, что такое сейм. Они не знают, что такое мандат, депутат, министр, департаменты разные. То есть, политического образования ноль. Вообще нет. У нас есть в школе политическое образование. Насколько я знаю, нет. За счёт чего они должны голосовать? Это же тысячи людей. Это тысячи голосов. За счёт чего они могут голосовать, не имея своего мнения? Я просто хочу узнать этот вопрос. Их мнение зависит от того, кто их как сагитирует. А ведь мы знаем, что голосовать надо не по принуждению или по каким-то там советам. А ты должен сам проголосовать за кого ты хочешь. Как могут эти ребята молодые, 18-20 лет, голосовать за кого-то осознанно? Это сколько голосов? Сколько у нас в Латвии 18-летних? 18-21, скажем. Сколько у нас таких людей? Считайте, что вот все эти голоса, я считаю, что они неосознанные. Они под влиянием и так далее. Я уже не говорю, что взрослые, тоже там много на кого можно повлиять. Но это уже, я считаю, какие-то их проблемы, что они в 30 лет не смогли получить знаний, опыта жизненного. Но 18-21, вы считаете, что это правильно, учить в школах косинусы, синусы и там что угодно, и не учить таким вещам, важным вещам на сегодняшний день, как политика? И как вы будете с этим бороться? И хотел бы ваше вообще объяснение услышать. Я очень надеюсь, что это видео дойдет до нужных людей, потому что все-таки средства массовой информации развиты хорошо. Я надеюсь, что это видео дойдет до господина Шадурского. Просто хочется услышать ответ, я не хочу там спорить или что-то. Мне просто интересно, что вы насчет этого скажете. Коротко мой вопрос, еще раз повторю. Считаете ли вы осознанным выбор, политический выбор, молодых людей с 18 до 21 года, которые не имеют политического образования какого-то элементарного, на самых низких уровнях? Считаете ли вы его реально осознанным? Спасибо за внимание. Очень жду ответы.